Всем привет, друзья, у микрофона Qt, и мы начинаем трансляцию Акмеи PL4 Суперфинала Empire против RocksKiss. И мы начинаем трансляцию Акмеи PL4 Суперфинала Empire против RocksKiss. Параллельно с SK2TV буду поглядывать в чате GoodGame, постараюсь мониторить чат в перерывах между игр. Ну и, собственно, давайте пройдемся по ростерам. Empire. Браток, Касс, Хэппи и Миста. Первые заявки у нас браток, соответственно, он выйдет на первый сет. От RocksKiss первой заявки Титан, соответственно, который будет играть первую игру Фраер, Лайфзерк и Помидор. Первая карта Метрополис. И первый сет у нас будет браток против Титана. За вот этот плей-офф, если я не ошибаюсь, команда RocksKiss встречается с командой Empire уже третий раз. Первый матч у них был в раунд 3, где Empire одержали победу. Со счетом давайте посмотрим, с каким счетом. 4-2, если я не ошибаюсь. Нет, 4-3 в пользу Empire. Ну и, соответственно, вторая их игра. Уже финалы, где Empire могли закончить финал досрочно, если бы они выигрывали команду RocksKiss с любым счетом. Но, к сожалению, выиграть у команды Empire в тот день не получилось. И RocksKiss одержали победу со счетом 4-2. И сейчас мы будем смотреть финальный матч. Тут, соответственно, уже определится, кто сильнее в их противостоянии. И кто займет первое место на данной лиге. Так, вроде бы пошла трансляция. Сейчас на моих часах ровно 9.00. Да, отлично, чатик запустился. Еще раз напоминаю, не забывайте, что в трансляции стоит задержка 120 секунд, 2 минуты. Поэтому любой ваш комментарий, он, естественно... Сейчас в чатике меня тут просит название канала написать, но это не имеет никакого смысла. Задержка 2 минуты, то есть стрим вот-вот должен начаться. Сейчас я это сам проверю. Да, замечательно, стрим начался. Ожидаем первой игры. Друзья, желательно, чтобы мне отписали в ближайшее время, как там меня слышно. Потому что, когда я стримлю в паре, я стримлю на один микрофон. Сейчас я стримлю на совершенно другой микрофон. Качество, конечно, должно быть получше, но вот насчет громкости я не уверен. Но, надеюсь, меня будет хорошо слышно и также хорошо видно. Так, менеджер приглашает стримеров. Сейчас вот как у нас тут все стримеры будут приглашены, игра должна будет начаться. Титан вроде как готов, браток тоже. Товарищ мой просит привет сам себе передать. Привет, генерал Евген. Что-то у меня со смайлами произошло в чате из К2ТВ. В общем, ладно, поставлю пеку, как всегда. Да, всем привет, друзья. Исмайлы почему-то не отображаются. Очень плохо. Ну ладно, это не самое страшное. Так, ну вроде бы всех пригласили уже. Из комментаторов и до игроки вроде бы здесь. Я думаю, сейчас в ближайшую минуту игра должна начаться. Первый сет нас ожидает на карте Метрополис. ПВТ. Напоминаю, браток против Титана. Сейчас постараюсь в процессе расшевелиться. Потому что я немножко не проснулся еще. А Рэббита, к сожалению, сегодня не будет. Должен был быть Empire Hobart. Но, к сожалению, и он не смог. Сегодня буду стримить соло. Смайлы я в чате почему-то не вижу, друзья. Почему я не могу понять. Так, ну сейчас у нас последнее приготовление. Игра должна начаться с минуты на минуту. Ростеры, как ни странно, на этот матч практически идентичны тем ростерам, которые были заявлены на предыдущие матчи команд Empire и RockSkiss. С одним лишь исключением, что вместо Bistica в этот раз у нас... В ростере Empire мы видим братка. Наконец-таки увидим братка в действии. Очень много вопросов было на предыдущих трансляциях. Где браток, когда он начнет выступать в официальных играх. Сейчас еще раз прошу, ready ли игроки. Нам дали ведущего. Игроки ready. Титан. Ждем Титана. Так, ждем, пока нам ответит Титан. Сейчас все лишнее тут пока повыключаю. Игроки. 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 Титан просит сек Судя по всему он реконектится Да, я нажимал кнопку Image, но Ничего собственно говоря Не произошло с чатиком Какая-то машина в часе Поми в игру Не могу позвать поми в игру Но судя по всему Там какая-то машина произошла За которой я не следил Мне это в принципе не сложно А поми стримит Сейчас мы на гудгейме чекнем Да, помидор стримит Я не знаю, я просто Друзья в эти дела лезть не буду Я бы с удовольствием пригласил Так, отлично Все, игроки готовы Желаем им удачи Стартуем первый сет По заявкам зрителей Поменял качество настроек Потому что многие говорят Что качество было Достаточно размытое Но я думаю, что это дело Именно не в настройках графики А наверное в том разрешении В котором они смотрели Стрим или в котором смотрели воды Но все равно я там видел Некоторые комментарии Постарался как-то отреагировать На них Ну не знаю Если сейчас будет недовольный То дело наверное в чем-то другом Итак Рокскиз Титан Красный Протос Импайр Браток Синий Теран Появляются они у нас На ближних по воздуху Респаунах Респаунах Если их можно так назвать И что касается Вот этой карты Да Одной из особенностей Карты MLG Является отсутствие островов По бокам Но я об этом уже Тысячу раз говорил Но в принципе Это не особо сильно На самом деле влияет На баланс На этой карте Просто вот эти острова Придавали некую зельминку Которая сейчас отсутствует Сейчас мы звук Еще потише сделаем Так Ну и смотрим У Титана Стандартный опенинг После Девятого пилона В разведку Я это вижу уже Третью или четвертую Игру наверное От Титана Таким образом Он Достаточно быстро Проезжает на базу Соперника Соответственно Смотрит Есть ли там газ Или там Какие-то там Два барака То есть он в принципе Видит любые действия От своего соперника Вот он сейчас приедет Увидит что Браток строит барак Браток заказывает рабочих Посмотрит Будет ли браток Ставить газ Или нет Если браток Не ставит газ Там и играет В какой-нибудь Барак цц То соответственно Титан будет Достаточно адекватно Реагировать Но это по его опенингу Насколько я понимаю Да там будет поставлен Газ Пилон И просто тайминговый Нексус До зела До кибернетки Сейчас кстати Рабочий Титан Был проатакован Там Сейчас около 5 хп И надо конечно Осторожно Отрегенить поля И заехать еще раз Посмотреть все таки Что там Делает Тиран Ну вот сейчас Что собственно говоря Титаны будет делать Заезжает он второй раз Видит что Достраивается барак Сейчас надо Чекнуть газы Мешает Мешает он Будет ставить кибернетку Ну а потом Соответственно Будет заказываться Зила Браток Удвигается Мариносом На ксилнагу Сейчас даже Можно попытаться Как то этим Мариносом Подхарасить Потому что Зила При таком билде Появляется Достаточно поздно Но не настолько Поздно Чтобы вот Первые Мариносы Могли как то Разлечь Оппонента Пошла вторая Депошка И сейчас будем Следить за Братком Потому что У него скопились Минералы Да он сейчас Два барака Скорее всего Будет добавлять Как раз Мы видим с вами Ровно 300 Минеральчиков Да пошли Два барака Газы до сих пор Не ставятся Ну а у Титана Уже тем временем Вышел первый Зилот Заказом Под бустом Сталкер Делается Второй газ Такой билл Достаточно неплохой В принципе По экономике Получается То есть Если мы точно знаем Что соперник Играет В барак ЦЦ У нас даже Некоторые преимущества Будет Когда достроится Второй Нексус Потому что Пробки под бустами Строятся Достаточно быстро А учитывая Опенинг Братка Барак ЦЦ Теран В принципе Нас Разлечь Никак не может Ну то есть Там можно выйти Первыми Мариносами Пытаться как то Бункер Построить На второй локации Или там Как то Рабочих Под харассить Но там Есть зелок Уже И доделываются Сталкеры Обычно К тому времени Как у Терана Подкапливаются В районе Трех-четырех Маринос Особенно Учитывая Раждистанс На этой карте Это практически Невозможно Ставит Достаточно раннюю Фаржу И проезжает Сейчас пробка От братка Сейчас он Все увидит Увидит два газа Увидит фаржу Естественно Он уже знал О Нексусе От Титана Достаточно ранним Нексусе Умирает И Сивишка Но И Сивишка Успела увидеть Сиво Она увидела Что там Один барак Увидела Что там Есть фаржа В которой Делается армор Ну и в принципе Братку тоже Надо реагировать Ставить инженерку Пораньше В такой ситуации Браток Кстати В этой игре Не делает Под пуш Из Мариносов Он поставил Тичлабу Делается апгрейд На стимпак Делается реактор И ставится Стандартная факторка У нас Мариносы Повстречали Двух сталкеров Изилота Ушли Практически Без потерь Коцанный Марик На 5 хп Поставился Там Достаточно Ранний Завод Работ Техники Добавляется Два Барака Армор Уже Практически Доделся Давайте Посмотрим Что там Парабам 38 на 30 Но в принципе Если включить Инкам Инкам Примерно Одинаковый Будет Расставлять Там тут Пилончики Сейчас Марина Поймает пробку И браток Должен понять Что Если пробка Приехала Оттуда Значит Наверняка Там что-то Есть Наверняка Там стоит Какой-то Пилон Надо конечно Стараться Такие пилоны Разбирать Потому что Таких пилонов Обычно Бывает Не очень Приятный Довар Куда-нибудь Там На третью Локацию Зилут И будут Ходить Ну или Что-нибудь В таком Духе Пошел От Титана Обсервер Делается Роботехнический Узел Два Гита Достраиваются Уже Заказан Плюс Один На Атаку То есть Один Один У Титана Будет Достаточно Рано Там Примерно На Девять Небольших Девять Сорок Девять Десят На Десятой Минуте Ну Это Очень Рано Учитывая То Что Первая Инженерка Насколько Я Понимаю Это Первая Инженерка Да Вот Только Только Сейчас Пошла От Ну Сейчас Понимает Титан Что За Опеннинг У Братка Добавляет Он Плюс Три Барака Делается Цитадель Плюс Один Практически Доделся Скоро Выйдет Первый Колос Бустится Апгрейд На Дальность Ну Неужели Какой-то Подпуш Будет От Титана Или Он Так Просто Сейфован И Намеревается Выходить На Третью Локацию Но В ближайшее Время Мы с вами Увидим Выходит Уже Вперед Браток Тут Достаточно Много Маринцев 23 Мариноса 5 Мародера 5 Мародеров Есть 2 Медивака Сейчас Он Постарается Как-то Разлечь Своего Оппонента Но Тут Висят Апсы В таких Хороших Местах Все Чекает Пошел Маринос Чекать Третью Локацию Браток Отступает Немножко Назад Сейчас Он Прочекает Третью Нычку Факторка Залетит На мейн Посмотрит Что там На мейне Происходит Видит он Цитадель Видит фаржу Видит он Роботехнический Узел И решает Отступать Назад Добавляет Два Барака И что Пойдет У нас Третий Ц Ну Наверное Пойдет Но не Такой Ранний Потому что Вот такой Бел Через Два Барака Ранних Плюс Два Барака Да То есть Три Барака Есть И добавляется Плюс Два Барака После Старпорта Чаще Все Говорит О том Что Тиран Будет Стараться Как Своего Оппонента Все Так Развлекать За счет Опять же Вот Этих Плюс Два Барака Которые Были Поставлены Плюс Один Сейчас Доделывается У Братка У Титана Уже Один Один Должен Делаться Третий Апгрейд Да Плюс Два На Атаку Уже Наполовине Подстраивает Он Колосов Колосов Уже В районе Трех Штук Делается Апгрейд На Скорость Призме Вот это Вот Интересно Но Скорее Всего Какой Подвыход Будет Готовить Титан Судя Потому Что Он Двигается На Третью Локацию Это Будет Нычка И Подвыход Ну Иначе Просто Зачем Делать Скорость Призме Если Ты Не Будешь Развлекать Своя Оппонента С двух Сторон То есть Возможно Это Будет Какой Дроп На Мейн И Параллельно Такая Инициация Атаки В лоб Ну Посмотрим Правильно Я все Понимаю Да Это Апгрейд На Призму Все Не Апгрейд На Апсервер Я Хоть И за Протасов Играю Но Я Просто Привык Нажимать По Ход Кейм И Вот Так По Картинкам На Сам Деле Не Очень Хорошо Ориентируясь Пока Никаких Активных Действий Не Предпринимает Ни Один Ни Другой Игрок Тут Рабочих Маловато Неужели Я Что То Пропустил А Прошу Прощения Это Все Таки Был Грейд Грейд На Скорость Да Грейд На Мой Фейл Два Рабаут Бывает Титана По словам Третьего Рабочего И тут Браток Бросается В атаку Не очень Удобная Позиция Для Титана Он Отводит Своих Колосов Но Они Уже Достаточно Коцанные Минус Колос Сейчас Будет Минус Второй Колос Да Минус Второй Колос Но Колос Тут Конечно Успевает Внести Огромное Количество Демеджа Но Неужели Браток Сейчас Продавит Свою Оппонент Минус Нул Он Всех Колосов У Титана Тут Осталось Три Сталкера Некоторое Количество Зил То Фикинги Садятся И Мародеры Тут Накручивают Под Медиваками Подходит Еще Один Колос Титан Делает Доварп Но По Лимиту Титана Уже Меньше В два Раза И Неужели Браток Вот так Просто Продавит Свою Оппонента Да Судя по всему Браток Уже Врезается В Производящее Здание Титана Отфокусил Он тут Завод Работа Техники Фокусит Сейчас Армию И что Неужели Вот так Вот Все Закончится Простым Подпушем С пяти Бараков Да Джи-Джи Пишет Титан Еще Становится 1-0 В пользу Империи Вот это Да Интересный Такой Пуш Нам сейчас Продемонстрировал Браток Так Вот я Пофиксил Кстати Чатик СК2TV Спасибо За совет Друзья Так Возвращаясь К пушу Интересный Пуш Сейчас Браток Продемонстрировал Ну то есть Он в принципе Достаточно Стандартный Но Плюс Вот к этому Выходу Который Был у Братка Он добавил Еще Рабочих Которые Конечно На себя Протанчили Огромное Количество Демеджа Ну и Что Сыграло Немаловажную Роль Это Станд То есть Ему Пришлось Спускаться Через Свой Узкий Проход С Мейна На Вторую Локацию И он Получил Огромное Количество Залпов От Викингов Поймал Браток Своего Оппонента Но Это Как вы Понимаете Конечно Был Полу Аллыновый Такой Выход Потому что Он Взял Рабов Если Был Не Брал Рабов То Можно Было Сказать Что Это Просто Был Под Выход Потому что В принципе По Дефолту После Вот Такого Опенинга 5 Бараков Старпорт Тираны Ставят Третий Цц Все Таки И В принципе Не Сильно Отстают От Протоса Спрашивают Кто Стример Ну Друзья Я думаю Это Совершенно Абсурдный Вопрос Потому что Имя Стримера Есть В Названии Стрима Есть В Новости Стрима Так, ну говорят, что качество отличное. Ну здорово. Ждем приглашения на вторую игру. Сейчас, во-первых, игроки будут ветать карты. Право веты есть у братка. Он может зачеркнуть любую карту из маппула. Ну а, соответственно, команда проигравшего должна будет выставить следующего игрока. И этот игрок уже будет принимать решение, на какой карте играть. Графон уменьшу, если у меня будут сильные лаги в замесах. Но, в принципе, я думаю, что так достаточно играбельно. Ожидаем, кого Рокс выставит следующими. Напомню. Заявки от Рокс. Фраер, Лайфзерк и Помидор. Любой из этих игроков сейчас может выйти следующим, вне зависимости от того порядка, в котором они были размещены. Так, у меня опять куда-то смайлы пропадают. Лзерк будет следующий от команды Рокс. Браток будет ветать карту. Да и Брик ветает браток. Но если вам видно, что в чатике, то, соответственно, маппул, я думаю, нет смысла озвучивать. По идее, вот в этом маленьком окошке там должно быть читабельно. Но я не уверен на самом деле. Да, я уже понял, друзья, что вы меня троллите подобным образом. Не буду больше вестись на ваши провокации. Из-изи-ридинг от Касса. Касс написал карту, которая будет пикать Лзе до того, как Лзе озвучил свой пик. Клауд будет, сказал EmpireCass. Ну, я надеюсь, вам все-таки видно вот в этом мини-экранчике, что там в чате происходит. А с другой стороны, может быть, лучше, чтобы не было видно, чтобы вы не видели всю эту машину, которая там иногда бывает. Сам играю, но сейчас вот последние неделю, недели две. Я играю не очень активно. Но все равно играю каждый день. Так, еще раз озвучу мою просьбу касаемо комментариев, каких-то вопросов. Друзья, привыкайте уж, по крайней мере, на лиге IPL писать вопросы и какие-то важные комментарии непосредственно в комментариях к новости, потому что на стриме есть задержка. Две минуты. Во-первых, у меня не всегда есть возможность чатик проглядеть, поэтому ваш вопрос или комментарий может остаться без внимания. Так, ну, игроки вроде бы готовы. Сейчас ждем, когда нам передадут права ведущего, и я смогу стартануть. Нет, да и брик был вето, карта Cloud Kingdom, которая сейчас будет играться. Вето это карта, которую игрок запрещает выбирать, для тех, кто не в курсе. То есть победивший игрок имеет право вето. Нет, кто стример, не знаю. Не в курсе, ребят. Так, ну, ждем, когда тут Штанишкин разберется. Давно я братка в действии не видел. Последнее, вот что я видел, это регуляр кап, насколько я помню, где он в хэппи-финале выиграл. И куда-то вот он пропал на время. Ну, по крайней мере, пропал я имею ввиду со стримов. Интересно мне было посмотреть на него именно на IPL лиге. Очень хотелось увидеть его игры. Вот, наконец-таки, на финальный матч он попал в заявку, попал в ростер. Так, ну, что, спрашиваем, соперников готовы они или нет. Отлично, игроки готовы. Желаем им удачи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Какой-то масс-троллинг в чате, новый флешмоб про демагу, про кто стример. Я, на самом деле, первый раз такое вижу, поэтому я слегка повелся. Но теперь ты меня не проведешь. Так, ну что. ТВЗ, Клауд Киндом. Рокскиз ЛЗ против Эмпайр Браток. Второй сет, напоминаю. Счет 1-0 в пользу команды Эмпайр. И победитель сегодняшнего клан Вара, скажем так, становится победителем АКМЕ IPL4 четвертого сезона командной лиги, которую организовывает команда IP. Привычка вот у меня тут рабочих перекликивать. Ну, начало в любом случае достаточно дефолтное. Ставится 12-й барак от Братка. ЛЗ сейчас наверняка будет играть в 15-ю хату 16-й пул, что мы уже не раз видели от него. Да, вот рабочий по ралли-поинту поехал на натурал. Сейчас будет поставлена хата, как только подкопится 300 минералов. И наверняка он будет играть в 16-й пул, ну и какой-то стандарта через королев. Ну, хотя тут сложно, в принципе, загадывать. Как мне объяснял Крэзи Рэббит, карта Клауд Киндом, в принципе, неплоха для всякого рода чизов. Посмотрим. Браток не ставит ранних газов. Судя по всему, это будет сейчас барак ЦЦ. Нам это косвенно говорит о том, что это именно будет этот билд. То количество ресурсов, которые сейчас имеет Браток. 150 потратил на орбиталку. И все равно денежки подкопились. Никакие здания дополнительно он не добавляет. Ну и, скорее всего, это будет ЦЦ. Капитан Очевидность. В действии. Да, ставит ЦЦ Браток. Делает стандартного Мариноса. Ну, в матчапе ТВЗ я, на самом деле, не такой большой спец. Вот, поэтому постараюсь все-таки отталкиваться от того, что будет происходить. Постараюсь не давать каких-то серьезных прогнозов на игру. Потому что мне пока еще не все понятно в этом матчапе. Но, в принципе, оно естественно. Потому что я, в первую очередь, протас. И не так часто удается посмотреть. Тот же самый GSL или какие-то крупные турниры. Плюс два газа пошли сейчас от Братка. А ЛЗ, в свою очередь, с газами не спешит. Заказаны у него королевы. Построил он двух собачек. Сейчас, наверное, побежит чекать к силнаге. Потом побежит чекать, что делает его оппонент. Ну, ЦЦ он уже видел, насколько я понимаю. Да, ЦЦ видел. Грамотно сейчас ЛЗ увел своего овера. Чтобы тут поднятый барак с Мариносом его не забирал. Он его увел налево. Будет прятаться, смотреть, следить за газами своего соперника. Оу, какие-то ранних плюс два газа пошли от ЛЗ сейчас. Достаточно ранний, насколько я понимаю. Ставится Роуч Варен. Вот это интересно. Браток, в свою очередь, заказал факторку. Она уже на половине. Три Мариноса тут окучивают. Нейтральный соплай. И может быть опасно, если браток бункер не поставит в ближайшее время. Потому что Роуч Варен практически доделался. Подкопился же некоторое количество газа. Но мув собакам, насколько я понял, ЛЗ сейчас заказывать не будет. То есть это, скорее всего, будет какой-то под пуш. Ну да, вероятнее всего, это будет именно под пуш. Пошли плюс два барака от братка. Факторка села на реактор. Делается бункер сверху. Будет ли бункер снизу? Вот это вот интересный вопрос. Браток сейчас Ксил Нагу не контролирует. Карту, в принципе, он тоже не контролирует. Поэтому то, что сейчас придет к братку, оно уже идет. Это Семероучий. Будет для него таким, не знаю, приятным или неприятным сюрпризом. Вот сейчас мы с вами увидим. Первые гелики у нас выезжают вперед. Сейчас не поедут на Ксил Нагу. Ну и должны увидеть рачей. Да, вот, встречают рачей. Браток понимает, что за билд играет его оппонент. Экстренно уводит рабочих со своего натурала. Надо поднимать сейчас саплай. Да, рабочие не спешат добывать минералы. Вот тут несколько рабочих у нас стоило около бункера. И, насколько я понимаю, раучи до этого бункера-то не достают. Есть у братка барак на Тишлабе. Соответственно, говорит нам о том, что он может в ближайшее время построить некоторое количество мародеров, которые достаточно неплохо будут сражаться с раучами. Но там, к сожалению, сейчас в данный момент заказан маринос. И прорывается армия ЛЗ на мейн к братку. Раучи достаточно в коц. Но тут сложно будет пройти через этот бункер. Рабочие стопят раучи. И сейчас с раучи все будут потеряны. Да, теряет ЛЗ своих раучей. Но, как я говорил ранее, поскольку там не был заказан апгрейд на мув лингом, это не алыновый такой пуш, это скорее под пуш. И давайте посмотрим, что у нас там по потере. Ну вот, кстати, по потерям-то все не так уж и хорошо. Чуть больше, примерно на 400 ресурсов больше потерял ЛЗ. Давайте посмотрим, что там по рабочим. Ну а вот по рабочим достаточно очевидная ситуация в пользу красного зерга. 49 рабочих на 30. Есть, конечно, дабл мулы у братка. Сейчас надо посмотреть по инкаму, когда браток переведет рабочих на вторую локацию. Дома у него есть небольшой излишек, который можно перевести. Да, там порядка трех рабов. Но это уже такие мелочи. Они, в принципе, не сильно как-то серьезно влияют на инкам. Ну и включая инкам, смотрим. Порядка на 300 минералов. ЛЗ добывает больше. Но это не так существенно, на самом деле. Гелеоны тут пытаются уехать от собак. Отлично сейчас. Отличный мув делает браток. Выскакивает из окружения. Минус гелик сейчас мог бы быть, но... ЛЗ как-то не уверенно действует в этой ситуации. ЛЗ морфит бейлингов. А браток-то выходит уже в подпуш. Есть три мародера, есть мариносы, есть три гелеона. Есть и медива, которая все это дело будет отлечивать. Стимпак уже готов. Браток тут пытается отпустить третью хату. Забегают собачки. Нужно отступать назад. И бейлинги. Нужно микрить бейлингов. Отлично микрит браток. Убивает всех бейлингов. Собаки тут, конечно, нарезали в этот момент. Но подходит дотекание от братка. И сейчас будет минус третья хата. Успел ЛЗ отменить третью хату. И можно сейчас передроп на мейн делать. Да, что и делать сейчас? Браток. Что там у ЛЗ по армии? Давайте посмотрим. У ЛЗ заказываются 22 собаки. А в данный момент... Ну вот уже 27 собак. Там подстроились собаки, которых мы изначально не считали. Есть 27 собак. Есть 4 бейлинга. Есть 2 квины. Но в принципе этого хватит, чтобы отбиться на мейне. Но браток и не собирается дропаться на мейн. Он сейчас будет стараться как-то развлекать своего оппонента. Забирать крип. Забирать оверлордов, которые висят не очень хорошо. Включаем табличку продакшн. Заказаны первые мутаты ЛЗ. Круговые зацепы практически доделались. В свою очередь браток делает третий ЦЦ. Заказано апгрейд на армор. Плюс один на атаку уже есть. И заказывается Сидж. Ну сейчас с появлением первых муталисков ЛЗ конечно сможет отогнать братка. Ну и браток в принципе понимает. Тайминги наверное чувствует. Отлетает назад. Ну и тут главное сейчас не потерять вот эти медиваки. ЛЗ сейчас выходит в контратаку. У него есть достаточно большое количество собак. Есть что-то порядка 7-8 муталисков. Да, 6 муталисков у него есть. И тут главное сейчас забегание собак не пропустить. Потому что есть дырка в стенке. Еще не все сопла и успел выстроить браток. Но Маринус с 1-1 достаточно жестко убивает зерлингов. Учитывая то, что у зерлингов апгрейды. Есть один апгрейд на броню. Нет апгрейда на атаку. Убивает тут браток морфических бейлингов. И сейчас спокойненько можно будет выходить на третью локацию. Туретки есть? Давайте посмотрим. Ну на мэне туретки есть. В бараках будут еще одну туретку добавить на всякий случай. Есть туретка на натурале. Но в принципе все под контролем у братка. Сейчас у нас уже ситуация даже по рабочим выровнялась. И можно сказать, что в ближайшее время браток будет иметь хорошее экономическое преимущество. Потому что скоро встанет у него третий цц. Это значит, что будет уже не дабл мулы, а трипл мулы. И по инкаму я думаю браток в ближайшее время сильно вырвется вперед. Да, вот он третий цц. Включаем инкам. Браток сейчас уже опережает своего оппонента. Учитывая двух мулов. Сейчас вот кидается третий мул. И сейчас ситуация по инкаму будет... Ну не то чтобы критичная, да. Но опять же возвращаясь к тому, что я сказал ранее. Браток будет иметь некоторые преимущества. Что там по рабам у нас? 57 на 48. Постепенно ЛЗВ подзаказывает рабочих. Ситуация по лимиту примерно равная. Браток примерно на 20 лимитов впереди. И сейчас он делает такой достаточно серьезный подпуш. Есть у него 1-1 на пехоту. Есть три танка. Сиджем есть некоторое количество медивоков. Сейчас он будет стараться ворваться на третью локацию. Не успел он тут покоцать морфических бейлингов. Первый инфестр уже готов от ЛЗ. Сори, я вот иногда забываю, конечно, обычный продакшн. А Хайви, конечно, ЛЗ сейчас и не помышляет. Ему нужно как-то отбиваться от этой атаки. Тут отлично сейчас забегает ЛЗ. Минусит танк. Мариносы тут разбежались в разные стороны. Но такое ощущение, что просто не хватает ЛЗ сейчас в данный момент. Кидаются неплохие микозы. Но вся мута потеряна. Все собаки потеряны. Джи-Джи пишет. ЛЗ. Достаточно уверенно играет браток. Вот раз под выход, два под выход. Отбился от пуша. Получил экономическое преимущество. Ну и вот такими вот под пушами разваливает он своего оппонента. Не дает ему накопить критическую армию. Неплохо, на мой взгляд. Не хватило ЛЗ просто в последний момент. Казалось бы, там у него было много собак. Но вот как-то, не знаю. Наломился, наверное. Не очень удачно может быть. И счет таким образом становится 2-0 в пользу команды Empire. И ждем следующего сета. Пока у меня есть время, загляну в чатик, почитаю ваши комментарии, если они, конечно же, есть. Да, есть привычка накликать АПМ. Sorry, друзья. Но я просто не так часто стримлю какие-то турниры или лиги. Потому что я все-таки привык стримить ФП. И как-то вот у меня укоренилась вот эта вот привычка поразить, скажем так. Так, ну в чате у нас ничего интересного. Идет обсуждение доты. К сожалению, всю ленту просматривать нет возможности. Фраер есть в заявке. Он, скорее всего, будет играть сегодня. Я вроде как видел его на канале, если я не ошибаюсь. Да, есть он на канале. Ожидаем сейчас выбора карты. И вот как раз вышеупомянутый Фраер, судя по всему, выходит на следующий сет. Посмотрим, получится ли у него одолеть братка. Ну, до текущего момента браток играл достаточно уверенно. В сетке есть ЛЗ. Ты просто невнимательно смотришь. Он там подписан под ником LiveZerk. До сих пор у меня смайлы не отображаются. Не знаю, в чем проблема. Вроде я сделал так, как мне рекомендовали в чатике, но... До сих пор смайлы не появились. Но, в принципе, ладно, бог с ними. Ну, то, что делал Зе, это не совсем алын. Это, скорее, такой... Даже не семи алын. Это просто под пуш. Потому что, если бы он нанес чуть больше дэмэджа братку, там ситуация, в принципе, была бы не очень приятная. Потому что ЛЗ сильно выходил вперед по рабочим. То есть, вот все, что он сделал, это построил этих 7 роучей. Больше он армию не заказывал. Соответственно, все, что он заказывал, это технологии рабочих. И вот именно в тот момент, как браток отбился, ЛЗ была достаточно неплохая ситуация экономическая. В принципе, он даже по инкаму немножко впереди был. Но там вы сами все видели. В принципе, я показывал потери. И по итогам этот пуш, конечно, не в плюс. Вышел ЛЗ. Хотя ЛЗ там мог бы и саплай забрать. И просто не ломиться на мэн. Забрать саплай. Там течлабу отстрелять. Там по бараку пострелять. Ну или вообще, в принципе, отойти назад. Потому что там в один момент просто врачи были пойманы на муве. И рабочие с гелионами, с мариносами там все это дело очень быстро запилили. Играют до четырех побед. Ну, если ничего не менялось. Всегда играли до четырех побед. Играют до четырех побед. Так, приглашают нас в игру. Следующая карта у нас Daybreak. И следующим от команды RockSkiss пойдет, соответственно, Friar. Ну, это я уже, в принципе, озвучивал. Ожидаем, когда сейчас всех пригласят в игру. Спасибо, друзья, за добрые слова в чатике. Приятно слышать. Приятно слышать всякого рода похвалу. Мне это, конечно, льстит. Постараюсь не зазнаться. Так, я становлюсь ведущим. Ага, Рэдди пишет браток. Сейчас ждем подтверждения от Friar. Что-то сейчас непонятное происходит. Сейчас мы попробуем еще раз пригласить Friar в игру. Отлично. Все готовы. Напоминаю, счет 2-0 в пользу команды Empire. Для тех, кто пропустил первый сет браток против Титана. Вторым от команды RockSkiss вышел LifeZer, который тоже был повержен братком. И сейчас третий сет браток против Friar. Друзья, с вашего позволения, я сейчас камеру поставлю от Friar и отойду буквально на минуту. Продолжение следует... Я надеюсь, я успею на самое интересное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Браток будет открываться в барак ЦЦ. Соответственно, ну, судя по всему, Фраер играл в 17-й Нексус. Судя по тому, насколько у него поздний барак. Единственное, что вот я не понимаю сейчас, какая разведка была. Но разведка, скорее всего, была именно 9-й после пилона. Что, конечно, позволяет поставить максимально сейфовый 17-й Нексус. Плюс 2 барака пошли от Фраера. Браток у нас, соответственно, все увидел. То, что... во что выходит Фраер, какой у него опенинг. Как он открывался. Ну и сейчас... Ждем ответную реакцию от братка. Будет ли это 3-й ЦЦ, или это будут какие-то бараки для подпуша. Ну, стандартный плюс 2 барак сейчас кладет браток. Ставится бункер на второй локации. Ой-ой-ой-ой. Вот это может быть опасно. Ну, вовремя Фраер выводит пробок. Отменяет бункер браток. Тут дело в том, что и рабочий, и Маринос уже достаточно сильно прокосались. И просто не успел бы поставить свой бункер браток. Мог бы потерять и рабочего, и Мариноса. Выходит уже первый Зилот. Заказан второй Зилот. Кибернетка практически доделалась. По рабочим сейчас Фраер должен быть впереди. Да, совершенно верно. По инкаму. Ну, по инкаму там примерно равная ситуация. Ну и посмотрим. Ну, судя по всему, в стандартном ключе собирается Паша играть. Потому что он добавляет 2 газа. Будет на миддлгейм, наверное, как-то развлекать своего оппонента. Не решается он тут подпушивать с 4-5 бараков голыми Мариносами. Ставится течь лаба. Достаточно стандартный. Вот сейчас Зилот может быть пойман на Кселнаге. Да! Мариносы тут стояли на халде, наверное. Почти убили Зила. Зила отходит назад. Отлично. Сейчас Фраер контролирует свою карту. У нее есть рабочий Зил. Тут тоже контролирует местность. То есть все любые подвыходы сейчас будут чекаться вот этими вот двумя Зилами. Соответственно, если бы там был какой-то подвыход через Мариносов, то Фраер достаточно оперативно бы его заметил. Браток тоже, в свою очередь, старается контролировать карту. Вот Маринос бегает ищет всякие скрытые пилоны. Рокси, так называемые. Ну и пошли стандартные 3 барака от Фраера. Добавляются 2 дополнительных газа. Почему стандартные? Ну это вот как раз вот такие вот бараки против всякого рода подпушей. Там на 7-7-40 голыми Мариносами. Просто если ставить после такого опенинга в 17-ой Некс-Робо, то может быть достаточно опасно. Зилок Фраера сейчас будет чекать, что там происходит у братка. Убил он Мариноса, загулявшего. Ну сейчас он придет, увидит бункер, увидит мародера и должен понять, что там не будет какой-то... Не будет какого-то раннего теча там через... Банши. Либо там через, я не знаю, какой-нибудь дроп гиллионов. Ну вариантов куча, да, как тиран может сыграть. Ну вот он сейчас должен был увидеть мародера, должен понимать, что там стандартный совершенно опенинг. Ставится уже Старпорт, в свою очередь, от братка. Фраер заказывает 2 фаржи. 2 фаржи, есть завод работы техники. По-рабочему он до сих пор должен быть сильно впереди. Да, как раз вот этот опенинг через 17-ый Некс обеспечивает хороший прирост по ресурсам. Да, заказан первый обсервер, не призма, а именно обсервер. Будет он чекать, что делает его оппонент. Браток, в свою очередь, перелетает с трапортом на реактор. И сейчас, судя по всему, какой-то подпуш будет, потому что браток не спешит ставить пристройки к своим двум баракам. Есть один барак, в котором сейчас доделается стимпак. Табличку продакшн включим. Да, и заказаны щиты. Ну, абсолютно дефолт идет от братка. Крутится плюс 1 на атаку, уже на половине практически. Фраер также закручивает свои апгрейды. Делается у него одновременно 1-1 на атаку и на армор. Сейчас будет заказан первый колос. Здание для колосов уже практически построилось. И вот он обсервер, давайте смотреть. Видит он сейчас подвыхает от братка. Видит он строящийся ЦЦ. Понимает, что там опонит через 3 барака Старпорт. Но, по крайней мере, должен понимать. Должен понимать, это фраер. Варпаются сталкеры на мэн, как раз против дропа. Но еще можно двух доварпить. Это дефолт, в принципе. Ну и фраеру ни в коем случае нельзя сильно опаздывать со своим Нексусом. Несмотря на то, что... Вот обсервер сейчас, кстати, увидел, что армия братка садится в дропшип. Сейчас браток, наверное, с двух сторон будет сбегать. Потому что медивики, несмотря на то, что фраер это все видел, все-таки полетели в сторону мэйна фраера. Тут есть еще один обсервер, но он не видит сейчас. Не видит двух этих медивиков. Факторка, в свою очередь, контролирует третью локацию. Ну, так рано, как хотелось бы фраеру, он локацию тут поставить не сможет. Сталкеры тут, конечно, стоят далеко достаточно. Но вот он сейчас фиксит, да. Фиксит положение своих сталкеров. Доварпывает дополнительных, как раз против дропа. Пытался он тут поставить третью локацию. Отжимается некоторое количество в армии братка. Тут умрет мародер, умерли мариносы. Ставит фраер третью нычку. Сталкеры куда-то оттянулись. И в этот момент сейчас будет дроп на мэйн от братка. И это может быть достаточно опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фраер вынужден увести своих рабочих. Тут параллельно идет забегание на третью нычку. Но тут вышел колосс. Есть сталкеры. Сейчас малыми потерями все-таки отделается фраер. Да, браток засаживается в медиваки. Медеваки или медиваки. Я не знаю, как правильно. Но я надеюсь, у меня простите за такого рода лингвистические ошибки. В принципе, это не особо важно. Суть и дела это не меняет. Засаживается в дропшипы. И влетает. Ну что, смог он немножко оттянуть от остановки третьей локации фраеру. Сделал дроп на мейн. Заставил рабочих покататься. Были потеряны там... Ну, было потеряно немножко сталкеров. Немножко рабов. Давайте посмотрим, что там по потерям. Ну да, браток. Чуть-чуть. Чуть-чуть впереди. Но тут в данном случае, наверное, позади по потерям. Рабочих примерно одинаковое количество. Что, конечно, не в пользу фраеру. Потому что ему сейчас нужно переводить рабов на третью локацию. А переводить-то, в принципе, нечего. Но можно вот четырех с мейна где-то взять. Но сейчас под бустами он быстро наклепает пробок с трех нексов. Поэтому это преимущество, оно, конечно, тут совсем мимолетно. Делается блинг от фраера. Пошли вторые апгрейды. И делается скорость апсервера. Скорость апсервера достаточно полезный апгрейд. Стоит он достаточно мало. Стоит он всего лишь 100-100. Но при этом позволяет апсам передвигаться по карте достаточно быстро. За счет этого можно контролировать дропы, всякие забегания и прочее. То есть, в принципе, апгрейд полезный. Учитывая экономическую ситуацию, которую сейчас имеет фраер, этот апгрейд будет не лишним. Третий цц уже встал у братка. Перевел он туда рабочих, добавил плюс 2 газа. Сейчас надо добавлять второй инженер. Куда вторая инженерка и есть? В бараки. Осталось добавить только бараки для полного счастья братку. Вдвигается он вперед в атаку. 170 лимита братка против 150 лимита фраера. Что там у фраера по армии? Давайте посмотрим. Есть три колоса. Есть группка сталкеров, которая стоит на мэне. Сейчас фраер видит, что браток выходит в атаку. И должен он, конечно, всю свою армию собрать в кулак. Но тут карта, на самом деле, достаточно опасная. Потому что, если сейчас браток будет шатать своего оппонента... Кстати, отличный скан. Видит он призму. Если сейчас браток будет шатать своего оппонента, продолжу мысль, то фраеру будет достаточно сложно как-то занять хорошую позицию. И, может быть, он пойман. Тут еще, учитывая то, что факта, она, в принципе, все видит. Любые передвижения своего соперника за счет вот этой скалы. Ну и посмотрим. Нет, не получилось поставить у братка факторку. Стараться как-то искусственно сузить проход. Он сейчас фокусит на пофиг Нексус. Умирает Нексус, и браток отступает назад практически без потери. Единственное, что пробил он свою армию, конечно, немного. Но это не страшно. Сейчас пять медивоков, шесть медивоков, да? Семь медивоков все быстро достаточно отлечит. Подрезает он тут сталкеров. Но наверх нельзя подниматься, конечно, в такой узкий проход. Надо камень разбить, прежде чем наверх подниматься. Потому что один форсфилд может отделить армию ровно пополам. Ну и братка уже практически 200. Заказаны первые госты. Доделываются апгрейды 2-2. У фраера, в свою очередь, 2-2 уже готовы. Делается третий апгрейд на атаку. Делается ножка. И делается апгрейд на шторм. Ну, сейчас единственное, что неприятно. Конечно, фраер потерял свой третий Нексус. И по лимиту он сейчас сильно отстает. И сейчас будет достаточно опасная атака от братка. Я в этом более чем уверен. Но он понимает, что у соперника нет третьего Нексуса. Он понимает, что сейчас он имеет преимущество по армии. Сейчас с апгрейдами 2-2 у них, в принципе, будет паритет. Но надо второго армора дождаться, прежде чем бросаться в атаку. Сталкеры тут еще вперед вышли. Но у них есть блинг. Если что, они отойдут назад. В принципе, это не так страшно. Бросается браток вперед. Будет ли принимать бой фраер? Да, начинает он принимать бой. Неплохие форсфилды. Но тут очень много братка. Сейчас, судя по всему, будет потеря Нексуса от фраера. Да. Успел, правда, фраер отменить Нексус. Но, сути дела, это не меняет. Третья нычка очень сильно по таймингу... По таймингу оттянута, скажем так. Сталкеры подрезают медивоки. Минус 2 медивока. Минус пара мародерщиков. Ну и пытается сейчас фраер навязать какой-то бой. В принципе, у него есть 2 темплара, у которых есть шторм. Неплохой шторм. Но не вся армия попадает под шторм. Зилут и с ногой врывается. Ну и такое ощущение, что просто не хватает тут армии у фраера. Хотя браток тут, конечно, тает по лимиту. Неплохие форсфилды. Ну и посмотрим, справятся ли мародеры с мариносами против колосов и сталкеров. Но, судя по всему, не справляется именно за эту атаку. Были потеряны вегинги. Фраера тут по лимиту остается больше. Но тут, конечно, сейчас серьезный заказ будет у братка. Потихонечку восстанавливает фраер свой третий Нексус. Мейн уже практически заканчивается. То есть, в параллельно с тем, как он устанавливает третий Нексус, ему нужно будет думать и о четвертой локации. Да, вот, мы видим с вами четвертую локацию. Ну и, как я уже говорил не раз, именно на этой карте четвертая локация, она не полноценная. Тут меньше минеральных кучек. Тут нет дополнительного второго газа, столь важного для протаса. По газу мы с вами видим дефицит сейчас у фраера. А газ это, в принципе, основной ресурс для армии протаса. Потому что все юниты, которых производит протас, они достаточно ресурсоемкие именно по газу. То есть, берем колосов, это 200 газа. Берем даже пресловутого сталкера, это уже 50 газа. Я уже не говорю о темпларах, архонах, дарках и прочем. Выходит сейчас вперед фраер, но его реально много. Братка сейчас примерно 150. Пытается он тут как-то навязать бой. Но дело в том, что в предыдущей битве у братка не было гастов. А сейчас уже есть первые гасты. И с ЕМП. И они, конечно... Ой-ой, отличный фидбэк сейчас от фраера. Умер гост практически с полной маной. Тут братку, мне кажется, нужно просто назад немножко отойти. Ну, хотя братку виднее. Он тут контролит ксилнагу. Наверное, у него все под контролем. 8 бараков есть сейчас у братка. Ставит он четвертую нычку. Там делается планетарная крепость. Есть дополнительный макро-CC, скажем так. Макро-орбиталка, которая будет кидать мулов. Идет забегание от фраера. Сейчас на четвертую нычку. Зилы-то врываются в ЦЦ до того, как там еще сделался. Сделалась планетарочка. Шторм сейчас был не очень. Минус психи. Тут голые сталкеры пытаются как-то нахарасить армию братка. Но тут есть еще два темплара. Если что, можно будет неплохой бой навязать. Да, вынужден сейчас браток поднять ЦЦ. Потому что зилы неплохо разбираются. У зилов апгрейды 3-3. Что там у братка по апгрейдам? 3-2. И доделывается апгрейд на броню. Немножко с опозданием. Сейчас браток, на мой взгляд, неплохую позицию снимает. Хороший ЕМП. Но не во всех, к сожалению, психов. Тут с двух сторон. Происходит у нас сейчас битва. Мародеры врезаются в колосов. И разбирает тут браток оппонента. Даже я не успел рассказать толком, что происходит. Вот это вот достаточно серьезная сейчас потеря была от Фраера. Ключевой момент, что он не контролировал Ксилнагу. А ралли-поинт у братка были на Ксилнаге. Соответственно, тут успело скопиться небольшое количество армии. Хоть и Фраер успел кинуть шторм. Но армия братка была разделена на две части. За счет этого, конечно, браток смог подраться в плюс, в принципе, для себя. Ну и Фраер тут играет в роли отстающего. Это несомненно. Но посмотрим, сможет ли как-то Фраер дотерпеть. Если он сейчас поставит свою пятую локацию, если она нормально заработает, у него будет плюс два газа. В принципе, апгрейды 3-3. Бараков, правда, не очень много. Тут 9 бараков. Но посмотрим. Сейчас все будет зависеть от вот этой атаки, в которой выдвигается браток. Есть у него два гаста. Но есть также и психи от Фраера. Неплохой псишторм. Отличные снайп-шоты от Тера. Убивает он тут потихонечку темпларов. Но темпларов очень ценный. Мюнит. Так вот его терять, конечно, не очень выгодно. Умирает Колос сейчас. Фокус Фаер на Колоса. Отличные снайп-шоты. И браток, наверное, будет бросаться сейчас вперед. Но дело в том, что у него тут нет медиваков. Посмотрим, хватит ли братка или нет. Вся армия у него достаточно коцанная. Зилоты на чарже прорываются в армию Тирана. Но, к сожалению, Фраер тут разваливается. В потере сейчас, конечно, вот эта локация будет практически означать автоматическое GG. Но даже не столько потери. Вот эта локация скоро... Сколько потери у армии, которая была у... Фраера. Сейчас фокусится Nexus. Дотекание тут. Идет от братка. Идут Гасты. Идут Маринис. Идут мародеры. И я думаю, браток будет добивать своего оппонента. Есть тут, конечно, Колос. Есть темплары. Но темпларов не очень много. И нет... Нет, в принципе, какой-то вот наземной армии, которая смогла бы сдерживать Мариниса. С мародерами. Пока там вот этот Колос, да, или Пси там не имеет какой-то определенный дэндж. 100 на 170 в пользу братка сейчас. С полимитом. Гасты в инвизи тут отлично. Снайпшотами отстреливают практически всех темпларов. И Фраер пишет GG. Тем самым счет становится 3-0 в пользу команды Empire. Браток показывает достаточно уверенные игры. И он сейчас близок к колл-килу команды Rockskiss. Посмотрим, кто там в заявке есть еще у Раксов. Насколько я понимаю, помидор есть в заявке. Но вот я единственное, что не знаю, что там по сапкартам. Потому что именно на странице события этой информации нет. Не могу с уверенностью сказать, кто будет следующим игроком от команды Rocks. Будет ли это помидор, или это будет какая-то замена. В силу тех причин, которые я назвал до этого. Ну и давайте с вами в чатик заглянем. Заглянем. Ну да, в роли отстающего. Потому что третий Nexus у Фраера был потерян неоднократно. Именно поэтому Фраер был в роли отстающего. Хоть он и восстанавливал четвертую, не восстанавливал, а строил четвертую и пятую локацию. Но у него не было достаточно большого количества рабочих, чтобы их туда перевезти. И в принципе по армии браток с определенного момента находился всегда в фаворите, скажем так. Ну друзья, тут нельзя в таком ключе вообще рассуждать. Давать свое какое-то оценочное мнение, основываясь на тех играх, которые вы сегодня увидели. Все игроки, которые представлены в обоих рострах, это игроки высококлассные. По крайней мере это топовые игроки СНГ. И то, что сегодня кто-то там одержит победу, это не значит, что какая-то команда там намного сильнее, например, Empire намного сильнее RockSkiss. Тут нужно основываться на историю их личных встреч. Ну и наверное на ту форму, в которой игроки находятся в данный момент. Но еще плюс ко всему, все-таки БУ-1, система фрагбет, что-то может пойти не так. Да, 3-0 у нас в пользу Empire в данный момент. И насколько я понимаю, следующим от команды RockSkiss пойдет Titan. Сейчас будут ветать карты. Ну должны, по крайней мере. Вот опять ситуация такая получается, что игрок команды RockSkiss до вета объявляет карту, которую он хочет пикнуть на следующий матч. Но по правилам, насколько я понимаю, сначала выигравший игрок делает вета на какую-то карту, а потом уже игрок проигравшей команды выбирает карту, на которую они будут играть. То есть в принципе сейчас вот RockSkiss Titan говорит, что там go Belshir, а браток еще не сделал своего вета, и в принципе он может ветнуть карту Belshir. Но тут уже фэрплей, скажем так, и в принципе все зависит от игрока. Будет ли он пользоваться таким преимуществом? Спасибо. 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 Вон я банк стал. Я вот так вот сказал, что, ну это мое мнение, да, что в принципе команды достаточно равны по составу. То есть если там смотреть историю предыдущих матчей, вот кстати давайте посмотрим, пока у нас есть время воспользуемся этой возможностью. Просто берем даже плей-офф Как я уже говорил ранее, команды в плей-оффе встречались два раза Вот неделя три Рокс проиграли Эмпайр со счетом 3-4 Следующих матч Рокс выиграли со счетом 4-2 Сейчас счет 3-0 Но вот такой вот БО-3 В плей-оффе Нам говорят о том, что в принципе команды достаточно равны Равны до текущего момента Счет у них был 1-1 Ну в принципе не знаю, я не берусь на самом деле судить Кто сейчас сильнее, не сильнее Я еще раз повторюсь, что все зависит от формы Не то, что там на текущую неделю От формы готовности игрока на сегодняшний момент На текущий момент, в данную минуту Все зависит от этого Потому что матчи проходят в формате БО-1 БО-1 это не то, что рулетка или еще что-то Ну просто БО-1 подразумевает Подразумевает то, что игрок Должен выложиться в одно матч и показать на что он способен Но что-то может пойти не так Там магнитные бури У человека голова разболел с вечером Но человеческий фактор может сыграть свою роль Если там Каждые игроки, каждая пара играли бы БО-3, БО-5 Да, можно было давать какое-то оценочное мнение Что там сейчас один игрок сильнее другого игрока Ну, не знаю Я не берусь судить, друзья Да, в принципе, я, наверное, беспристрастен Должен быть как стример Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, ну игроки вроде бы готовы Так, сейчас я спрошу ГО Титан говорит Что-то ты разошелся, браток Надо тебя побить Сейчас посмотрим Получится ли у Титана побить братка Напоминаю, что это может быть последний сет Потому что счет 3-0 в пользу Эмпайр Если Титан сейчас Не сможет победить своего соперника То Эмпайр станут чемпионами Акме Акме Айпиэль 4 Так, все Постараюсь забыть про эту привычку Перекликивать рабочих Просто вначале делать особо нечего Поэтому Приходится иногда Так, возьму небольшую паузу Потому что горло уже начинает садиться С вашего позволения Буквально 15-20 секунд Ну, судя по всему Стандартная разведка Все-таки это не 9-ая, а 10-ая разведка От Титана Как и в предыдущих играх Будет он достаточно рано чекать Что делает его оппонент Но, браток в свою очередь Я думаю, он уже В игре я В чем дело-то Ну, а браток в свою очередь Я думаю, должен уже сделать Какие-то выводы А, ну тут Собственно О чем речь-то Да, тут Одна из особенностей карты Является то, что Проход можно застроить Двумя Сданими хотел сказать я Но пробка проезжает на мейн Братку Да Тремя зданиями Прошу прощения Раньше можно было Двумя застроить Насколько я помню Но это, наверное В старой версии Это не был Ширвинтер Ну и Как и в первой игре Титан чекает Базу Братка Видит, что ничего особенного Никакого второго барака Никаких дополнительных газов В принципе Все темные места Он сейчас объехал Ну И как в предыдущей игре Скорее всего Он будет ставить Гейт Нексус Гейт Газ Нексус Назовем это так Газ он сейчас Добывать не будет Да Он сейчас посылает рабочего Но он достроится Достаточно Скоро Хотя вот Ну не выезжает Он ставит третью нычку Нет Вот все Поехал Третью нычку Вторую нычку Прошу прощения На Пошел Нексус На натурале От Титана Браток В свою очередь Построил первого Маринса Строит второго Маринса Скопилось у него Достаточно много минералов Ну и минералы Скорее всего На ЦЦ Или будут сейчас Какие-то плюс 3 барака Будет ли нас удивлять Браток Или не будет Будет Плюс 2 барака Пошли от братка Рабочий в интересном направлении Поехал Сейчас тут дело в том Что вот эти два Маринса Да тут достраиваются И третий Маринос И четвертый Маринос Они просто не дадут Сделать разведку Титана И вопрос Главный будет заключаться В том Успеет ли Титан Сделать нужное количество Сталкеров Чтобы отбивать Вот эту тему Если у него будет Там порядка 2-3 сталкеров Возможно Что-то у него и получится Хотя вот тут Не совсем я понимаю Что сейчас происходит Плюс 2 газа Добавил браток Неужели Такие технологии Все-таки будут Неужели он сейчас Будет ставить Тичлабы И делать какой-то Поздний подвыход Но я думаю Что к позднему подвыходу Тут как раз Билд Титана Должен быть готов Должен он выдержать Поздний подпуш Но опять же Вот сейчас я не совсем понимаю Сейчас я совсем Не понимаю Что происходит Пошел инженерный Комплекс Неужели это будет Какой-то жесткий Такой пуш Со стимпаком С щитами С плюс 1 На мой взгляд Намного круче Смотрелся бы Какой-нибудь Под пуш С рабочими Там и С четырьмя бараками Допустим С голыми Мариносами Потому что Тут тайминг Варпгейтов Достаточно сильно Отложен При таком Билде И варпгейт Делает Делает Потому что Продолжение Какого-то Титана А тут Барак А тут вовсе Доделался Уже Плюс Один Уже Доделался Плюс Один Снимает Браток Рабочих С производства И бросается В атаку Титан В свою очередь Сделал До варпы Пытается Сейчас Вот этой Группой Армии Забежать На мейн Но тут Надо Поднять Саплай Да Отлично На дотекание Тут можно Будет Отбиться А Титана В свою очередь Нужно Сейчас Варпать Бустит Бараки Как-то С рабочими Попытаться Отбиться Потому что У братка Есть Плюс Один У братка Есть Тимпак У братка Есть Щиты Врывается Он сейчас В армию Титана Фокусит Рабочих Фокусит Сталкеров Тут сейчас Минус Все армии От Титана И Неужели GG Right now Вполне Может быть Идет Довар Под Титана Возвращается Его армия Которая Тусовалась На натурале У братка Хватит Хватит Либо ему Армии Чтобы отбиться Рабочий Через Минерал Вок Но Мародеры Конечно Тут С плюс Один Очень сильно Нарезают Ну Вроде Как Отбивается Тут Титан Только Конечно Вопрос В том Какими Потерями Он тут Отбивается Давайте Посмотрим Какая ситуация У нас По рабочим Четыре Раба У Титана Против Четырнадцати Рабов У братка И тут Сейчас идет Дотекание Армия Титана Идет На муве Минус Два Сталкера Просто На халяву Минус Зилот GG Пишет Титан И браток Делает All Kill Команды Rockskiss И Пайер Становится Чемпионами Четвертого Сезона IPL Лиги С чем Мы их Собственно Поздравляем Также Поздравляем Братка С этим Великолепным All Kill Показал Нам Сегодня Достаточно Интересные Игры Играл В такой Надежной Стабильной Манере Если Можно Так Выразиться Если Это Будет Корректно Ну что Друзья Как вам Матч Понравились Вам Игры Отпишитесь В чатике Я Засекаю Ровно Две Минуты Через Две Минуты Я буду Отключать Стрим Напоследок Пущу Вам Рекламу Конкасив Не доделся Да он В принципе Там И не нужен Был Там Самое Важное Это Стимпак Апгрейд На Щиты И плюс Один Это То Что Решало В данный Момент Ну и Плюс Титан Тут Сам Собственно Говоря Начал Рыть Могилу Когда Он Делал Подпуш Пяти Гейтов Он Думал Что Его Соперник Ну в Принципе Это Верное Решение Со стороны Титана Делать Подпуш Такой Потому Что Рампа Достаточно Широк Ее Сложно Защищать Ну Просто Тут Майн Геймс Получился Такой Достаточно Интересный Браток Выбрал Хороший Билд Не знаю Рассчитывал Он На то Что Титан Будет Его Подпушивать Или Не Рассчитывал Но Получилось Все Достаточно Удачно Ну Друзья Давайте Тут Не будем Об имбир Рассуждать Вы Тем более Рассуждать О имбим В матчапе ПВТ Я думаю Ну Уж Совсем Некорректно Как На мой Взгляд Воды Будут Ну Сегодня Вечером Я их Залью Завтра Они Появятся В новости И появятся На Канале IP На Ютубе Так Ну Судя По Всему Игра Закончилась Должна Была Закончиться Сейчас Поставлю Финальную Рекламу И буду С вами Прощаться Рекламу 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 Ну что друзья На этом буду Заканчивать Спасибо Что смотрели Не забывайте Отписываться В комментариях К новости Я к сожалению Получил Достаточно Много Негативной Критики Чем Чем Был Очень Сильно Расстроен Если Вам Понравилось Не поленитесь Напишите Комментарий К новости Как я уже Говорил Ранее Прошу прощения За туфтологию Ну и не забывайте Оценивать Стримерскую Работу Вставить Плюс Или Минус В принципе На этом Все Сезон IPL4 Подошел К концу С вами Был QZerk До новых Встреч Друзья Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...